Три государственные программы обсудили сегодня на заседании Кабинета Министров. Увеличить парк автомобилей и общественного транспорта, работающий на природном газе. Таковы задачи программы развития транспортной системы Чувашии. Это одно из приоритетных направлений. Большее внимание, само собой, к ремонту дорог. В общем, по программе предполагается вложить в транспортную отрасль порядка 64 миллиардов рублей. Доля протяженности автомобильных дорог к 1935 году у нас в нормативном состоянии должна составить не менее чем 57,7%. Из них регионального и межмуниципального значения 71%. Более 880 миллионов будет направлено на модернизацию и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства. Запланировано развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Включена в проект и газификация районов республики и Заволжья. Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской республики. Основные мероприятия – это обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение потребительских эксплуатационных характеристик жилищного фонда, оказание государственной поддержки собственникам помещений при переводе на квартирного дома, централизованном на индивидуальное отопление. Особое внимание старшему поколению, людям с инвалидностью, поддержке материнства и детства. Этому будет способствовать программа «Социальная поддержка граждан». Для оценки наиболее существенных результатов реализации государственной программы предусмотрены два целевых показателя. Это первая – доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума уменьшить. Нужно два раза к 2036 году, соответственно, стратегии. И доля граждан, получающих социальные услуги в организации социального обслуживания. От общего количества граждан, которые к нам обращаются, мы планируем довести до 100%. Кабинет министров внес изменения и в ряд уже принятых госпрограмм в связи с недавними уточнениями бюджета.